Мы все, опять же, страдаем по поводу конфликта Украины. Это больная проблема для меня в личном плане, как главы государства, соседа Украины. А ведь когда начался этот конфликт, я уже приводил пример, не буду фамилию называть, один из ваших поставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, что будем делать. Какая точка зрения Беларуси, ведь вы рядом. Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной этого конфликта. Но по его настоянию, вот министр иностранных дел, я послал его с планом конкретных действий. И личными гарантиями, в том числе белорусскими гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. И добавил, если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крим, еще чего-то нормандские форматы, в том числе и в Беларуси. Я, конечно, с удовольствием принимал их, потому что знал, что это хоть маленькие шажки, но в направлении нормализации там ситуации. Ведь там старики и дети гибли, и вроде бы гибнут сегодня, как сообщают одна, другая страна и средства массовой информации. Но почему не прекратили этот конфликт до сих пор? Почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо. Когда начался конфликт на Украине и внутри Беларуси, меня многие упрекали. Ну, зачем нам влазить в чужой конфликт? Во-первых, я сказал, во-первых, это родные люди столкнулись там лоб в лоб. А во-вторых, это рядом с нами. И что мы получили? Чего я опасался? Огромный приток мигрантов. В первый год 150 тысяч клынуло к нам. Европейцы 2000 мигрантов не могут поделить. В море болтаются дети, люди, старики, которые бегут от проблем, которые мы создали у них на родине. Мы их не принимаем. Пусть погибают в море. Это не наше. 2000. А к нам 150 тысяч клынуло. Не чужих нам людей. И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении равных возможностей в Беларуси. По жилью, по образованию, детей в детские сады, в школы детишек, в вузы. И предоставили место работы. Нам страшно было перемолоть эти 150 тысяч для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет. Ну, мы, в общем-то, и не просили этой помощи. Но самое страшное, что произошло потом и сейчас продолжается. Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу. Закрыть границу наглухо еще больше, чем с североатлантическим блоком, который для нас всегда с давних времен якобы казались врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия. Ну, а там, где оружие в руках у обычных людей, у людей, и особенно, как вы правильно сказали, националистически настроенных, жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай Бог, может пожинать эти плоды и получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований. Кто это породил? Ответ на поверхности.